Используют ли занимающиеся традиционными боевыми искусствами в своих занятиях настольный теннис? Настольный теннис в большом почете у боксеров закрылась у меня, видимо, часть этого вопроса. По поводу каких-то дополнительных спортивных программ, которые якобы могут улучшать наши какие-то боевые навыки. Замечал, что бойцы, которые практикуют боевые искусства, традиционные мединаборства, а именно боевые искусства, что эти бойцы очень статично работают около теннисного стола. Они играют так, как будто вкопаны в землю, в небольших перемещениях вправо-влево, везде достают руками, вытаскивают мячи откуда угодно, вот эти шарики, но при этом не бегают, не мечутся. То есть такая очень своеобразная работа, и с точки зрения мастеров настольного тенниса это плохая работа. Потому что мастера настольного тенниса в первую очередь рекомендуют думать ногами, начинать все действия надо с ног. Поэтому с этой точки зрения я не думаю, что для бойцов настольный теннис является чем-то действительно помогающим и развивающим. Скорее, наверное, наоборот. Бойцовские навыки сильно портят. Навыки теннисные, при том, что боец может неплохо играть в настольный теннис, но это не значит, что он достигает каких-то высоких результатов, конечно. По поводу других каких-то практик, подобных спортивных. Смотрите, все знают Джета Ли, такой уже отыгравший актер, который участвовал во множестве китайских боевиков, и который участвовал в целом ряде соревнований, вот этого традиционного, не традиционного, я неправильно говорю, спортивного луншоу, современного, китайской академии луншоу, и он там тоже занимал какие-то призовые места и так далее. Но мало кто, наверное, знает, что Джет Ли, он практически профессионал в бадминтоне. И он сказал, что бадминтон ему очень много дал. Вот эта вот скорость, реакция какая-то, подвижность и прочее, вот это как будто вроде бы он из бадминтона взял. Но опять, тут надо просто сказать, что и начинал он с бадминтона. Он же занимался бадминтоном не для того, чтобы боевые навыки получить, а занимался бадминтоном, а после занимался условно-боевыми практиками. Поэтому в данном случае, конечно, мы свой боевой опыт притягиваем все, что мы знаем. И все, что мы знали до этой боевой практики. Но это не значит, что этот опыт непосредственно помогает нам в наших практиках. Так, Грин пишет. Настольный теннис – это вид, где требование к скорости реакции больше, чем в боксе эффектования. Ну да, наверное, наверное. Хотя, ну окей, я не буду сейчас рассуждать о настольном теннисе. Окей. Эдуард пишет. Для бокса теннис поможет, для венчу не нужен, для общего здоровья хорошо. Да. Леонид пишет. В боксе полезно ловить курицу, но не всегда доступно. Я, к сожалению, не знаю, что означает это идиома – ловить курицу. Но окей. Смотрите, существует версия, что, например, тяжелая атлетика или пауэрлифтинг или еще что-то тоже якобы может помочь в боевых практиках. Ну, конечно, нет, мы это хорошо уже понимаем все, да, потому что боевые практики, они далеки от культуризма. И наоборот, культуризм далек от боевых практик. Вот. Теперь, поможет ли, например, я не знаю, какой-нибудь баскетбол или футбол, помогает ли это? Например, в боевых искусствах. Ребят, мне кажется, опосредованно помочь может много. Но также и помешать может не менее эффективно, чем помочь. Так. Алексей пишет. В кино Рокки ловил курицу. Слушайте, я, наверное, не очень знаком с этим фильмом. Вообще, честно говоря, Рокки – это какой-то давнишний фильм про Рокки, про этого, со Сталлона, если я не ошибаюсь. То есть, что-то это очень давно как-то было, эхом прям до меня доносится. Так, Леонид пишет. Для развития скорости реакции есть много чего другого. Согласен. Безусловно, в самих боевых искусствах, собственно, мне кажется, заложено вообще все. Ребят, если вам не хватает навыка скорости, практикуйте это непосредственно с боевым партнером. Зачем вам нужны еще какие-то дополнительные практики, которые двигательно не сообразуются с боевыми. Попросите партнера стать совсем близко к вам. Попросите его ударить с очень короткой дистанции, со всей скоростью, которая для него возможна. Ну, чем не отработка скоростных навыков ваших? Успеете вы защищаться или нет? Причем я еще раз наставил на том, чтобы защищаться, а не попытаться его ударить одновременно с ним. В этом нет смысла никакого. Именно защищаться. Попробуйте. Так, Алексей пишет. Да, со Столонева. Ага, четыре части. Ну, окей. Я не очень хорошо помню этот фильм. Я, наверное, не придал ему какого-то большого значения когда-то. Все это мне кажется позерством каким-то или позерством. Как лучше там сказать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!